Личное общение с гражданами дает возможность власти оперативно реагировать на социальные, экономические и бытовые проблемы. Поэтому прием в районной администрации ведется регулярно. Однако Ленинский район один из самых быстро растущих во всем Подмосковье. Темпы развития затрудняют практику прямого общения. Население города существенно выросло и далеко ограничено теми жителями, которые зарегистрированы на территории города. Это запись в городе очень большая. Поэтому я провожу сейчас в месяц два приема в городе и два приема на выезде. И вот сегодня это уже традиционный прием в поселение Развилковское. В коридоре Развилковской администрации людно. Каждый пришел рассказать о наболевшем. Это будет длинный день, ведь никто не уйдет отсюда невыслушанным. У нас сейчас сложилась очень сложная ситуация с транспортом. У нас село Беседа оказалось без транспорта. Очень медленно решается этот вопрос. У нас должны были в прошлом году еще заасфальтировать село. К сожалению, по объективным обстоятельствам зима легла рано. И ничего до сих пор работы не начаты. Пришли жалобы главе администрации, коллегу Владимировичу, по поводу зарплаты, по поводу задержки, невыплат, недоплаты зарплат. Люди возмущаются у нас. Мы работаем честно, добросовестно. Но нам не выплачивают деньги. Наша съемочная группа увидела Олега Хромова раньше, Елена Борисовна. Поэтому мы узнали первыми, какой будет реакция главы на невыплату зарплат в Ленинском районе. Это вообще недопустимая ситуация. Ни один из заработодателей не имеет права задерживать заработную плату. Это является как минимум административным проступком. А в случае, если это носит характерный и постоянный характер, то ответственность может возникать у руководителей вплоть до уголовной. Нина Ивановна на встречу с главой ходит часто. Все ее старания для блага родной деревни Мамонова. Она ее коренной житель. Еще ее прабабушка была крепостной князей Романовых. Мамонова была их вотчиной. Решение двух, даже трех, пожалуй, вопросов я как-то добилась. Ну, в смысле, мы добились коллективными усилиями. Жители обращались, и я от имени жителей. Значит, на этот год запланировано строительство детской площадки в деревне. Запланировано асфальтирование улиц, которые у нас новые построились, не асфальтированные, и проведение туда электричества. Деревня живет бурной жизнью. Решишь одну проблему, в скорости возникает новая. Поэтому Нина Ивановна снова здесь. Милицию и так далее по поводу стокок канализационных. Вот со стороны Телпа Ходрозова и хозяйствующих объектов на улице, как она там называется, не знаю. Вот эти дрозды в гостинице, пятерочка и так далее. Для жителей поселения Развилковское напомним, что по всем спорным вопросам обращаться нужно в администрацию поселения. Прием ведется каждый вторник с 10 утра до часу дня. Илья Кремнев, Данил Свидерский, Елена Кошелева. Видное ТВ. Кремнев, Данил Свидетельский, Елена Кремнев. Продолжение следует...